здравствуйте вы главное ничего расскажите как работ здравствуйте как открылись сколько человек приходит день день много 500 человек проходит понятно что по услугам не все то есть кто-то просто по консультациям растет и растет дело в том что у нас пациенты городской принимаем уже и про и в этом году нужно обязательно открытие по всему району сколько вам сегодня работы что окон сколько работы сейчас работать где-то 22 23 из 29 но это связано во первых с тем что у нас персонала по окнам 29 набрано сейчас мы будем расширять то что поначалу нагрузки не было сейчас уже появилась конечно будем в мае месяце у нас штабное расписание расширяется сколько очереди ждать здравствуйте да только подошла 181 сейчас какая на 135 извините сколько сколько ждали очереди на нужно будет около часа около часа как у какую услугу вы разрезли услуги заказывал сразу получал уже готовы еще еще заказал новый выпуск но он вот на первый раз здесь первый раз он удобно есть это замечаем все очень нравится очередь только очереда так все организовывать хорошо понятно удобно не решается исключительно кадрами сколько обычно вас уходит на одного посетителя времени минимум максимум сколько на одного человека 40 минут сколько получаете скажите у вас да тяжело работать но интересно я получаю кадастр в казахстве палате сейчас там же не принимает давал кадастр палату документам должно быть у нас написано как я получаю кадастр на город они не пишут что городское поселение один сумму город у нас нет я им должен был добыть вот этот вот кадастр дань пишет да не в кадастр не пишет что должно быть городское поселение просто город один сумму а с меня требует чтобы кадастре было написано сейчас по новому постановлению вот даже федеральная лицензионный палат получать лицензионный алкоголь не там на кстати лицензионный алкоголь тоже хотим фото завести вот федеральный спасибо мы не отвлекаем федеральная информационная система выдает к а вас горит адрес вот такой должен быть один соски район городской поселение город оденцово когда ступала почему вот нестыковка нестыковка 2005 года такой есть московка областная дума постановление не дает я пришел сюда здесь выйдет вы вот эти вот все все это и артурный вы на на мне сделали а вы фиксируете эти все шероховатости назовем их так недоразумение глупости это муниципальные служащие работаю здесь а кадастр это федеральная но вам то все равно нормальному человеку все равно правильно же быть у них вот это постановление я должен знать об этом вы куда-то сигналите вот по таким вот казусом конечно мы из кадастрою работаем взаимодействием с нашим одинцовским подразделением дело в том что у них понимаете у них принцип экстратериальности полный абсолютно а у нас пока еще этого нет поэтому конечно возникли возникают возникают вот эти все каждое в очереди я вказанном нормально устраивать наша наша задача вообще убрать все ушли до суда из-за чиновникового муниципалитета я выращался кофе кофе чай туалет есть спасибо что сказали очень быстро открывались конечно сейчас продолжаем весь этот тюнинг вы сколько уже сидите ждете час час вы 55 да вот я спрошу я спрашивал некоторые быстрее дают а искали сигнал если что как как нет мы смотрим на табло а мы какие мы были 133 173 то есть нам 173 а вы какие когда же мы попадем хорошо а что с какими документами а вот вы знаете то что по поводу прибавление сотки у нас там между домами то есть кадастр тоже да да соточка что кадастр на рост реестр рассказал мне нужно сюда сделали диск чтобы присоединить соточку есть прописано пенсионерка составляет же выкупать хотим попробовать оплата коммунальных услуг здесь может быть здесь терминал у нас живете здесь в одинцово да прописан свой дом но есть основа кадастр на это пусть процент но не кадастры это регистрационная половина с основной до регистрация права но выписки шоколок он еще раз работает вот всего работает от 22 до 24 сейчас но потребность 9 потребность ну так как у нас весь район пришел это 64 окна мы в этом году должны кубинки сделать никольскому подсоющую открыть и в каждом поселении нас во всех 15 нужно удаленно рабочими старых тус автобус наш или на чайку файла здесь есть да а там здравствуйте мы сейчас хотели поставить сначала аппарата ведь не надо но почему-то потом пришла мысль о том что все таки это как робота здесь хочется больше сообщением попробуй нужно кайф ставить поближе потому что мне кажется далековато но как-то составить режиме тестирования а как как сотрудников набираете сотрудник у нас есть анкета которому с вами разработали на вершину хотели заработать и поэтом они что с ней столиков надо оборудуйте потом наверно да конечно с работой это ведется не все сразу мне кажется здесь можно совершенно спокойно стоять эти аппараты можно поставить да и урны место есть у нас вот там вместо есть единственное что мы скорее всего будем расширять количество окон потому что люди все таки несмотря на то что это город из района сюда очень а добираться сюда добираться здесь пишу пешая доступность да конечно балакин там строила вас сушка 50 очень много всего я знаю очень много молодых таких юнцов и вот хотелось чтобы какая-то спортивная школа было чтобы заняли этих детей потому что молодежь растет и очень быстро и так скажем ничего 8 не по этому поводу ничего нет и таскать их например на эту сторону потому что есть бассейн хороший вот я на следующий год буду своего внука возить но это далековато вот там вы что-нибудь нам сделать тоже строительство огромное у нас в чем проблема была очень много строили все что для человека нужно и для ребенка детская и мужская спортивная школа она микрорайонах не строится сейчас мы стараемся это ликвидировать 8 микрорайон это конечно вчера встречался как раз по этой застройке у нас там сейчас плоховато стало было лучше но исправляем но там ситуация непроста говорю как есть в оденцово то школы есть полное тоже все полная школа у нас тоже там со школами тоже какая-то проблема большая потому что народу очень вы тоже росреестр роскада старшим нет я хочу получить новое свидетельство новой формы поэтому жду кадастровый паспорт нужно подменять уже на новое свидетельство просто у меня четыре члена семьи чтобы у меня было в документ и все было порядка но вам к понятно как это работает не очень понравилось во первых не вы толчьи берешь номерок сидишь спокойно мы сейчас хотим максимально коммунальные услуги суда и муниципальные услуги тоже суда чтобы не было внизу этой нашей коррупции и прочих там может быть кислого лица здесь приятные молодые ребята сидят 30 тысяч я получаю сказать до 33 нас не много больше никак у нас казенное учреждение у нас и ребята видно что вежливо это когда я весной было здесь было поменьше вас народу конечно как-то нам остались а скота стропала со 2 марта мы все по всему району принимаем нам кстати не только по району а вообще по там жених нет деления вообще все приходил недавно участник войны севастополя но понял по 8 на краю услышалось а вот мы этот а переезд через железную дорогу будем делать откуда куда вот здесь недостроенный переезд найти и за большой большой дом сумасом делали на здесь он рядом со всем осталось только перепрыгнуть но вот деньги мы вложили туда поставили деньги на заделал доделал про него говорят что он платный будет не не будет бюджетные деньги то есть это соединит это упростит это важный переезд потому что сейчас добраться с этой стороны на нашу сторону бывает по полтора миллиарда будет мы его сделаем долгострой спасибо вам до встречи конечно конечно вот понимаете я третий год оформляю и дом и землю там я оформлю а землю я никак не могу категорию земли получаю 7 месяцев то неправильно написали п это с и я вот это весь хожу и мало того я неделю без больницы я инфаркт получил не волнуйтесь вам взял на вас и сейчас это это еще одни вот эти вот тема с ошибки прошлых лет прошлого времени а как и как и как и как людей не гонять как как людей спасти от этой ерунды вот что может сделать человек с ума сошел это это женщина еще выдержка есть я вот очень с ума сошел эти буквы меня три года получал как упростить вот у нас у нас медведев завтра будет на толь и наша задача очень правильные вещи подсказать чтобы это исправили потому что там тоже нам человек говорю что городское поселение написано город понимаете да и все и я ведь ходила в совет это все и все это неделями и и потом опять почему то если я отдала заявление допустим сейчас опять на право заявление отдала чтобы получить право устанавливать ну не было у меня право устанавливать но у меня было только решение суда на пользование земли а вот это такая волокита я через газету публиковал и что ты зачем это все надо это такие формальности это это полвека земля по не принадлежит моей семье и формальность почему вы же еще форму оформить деньги будете платить налог так это я уже сколько заплатили на а как как же это сделать есть у вас есть предложение ну я думаю что сформулировать можно доесть до вечера сформулируйте и тоже на то что сможем конечно месяца вот вы сядьте пожалуйста с руководителем на мфц сейчас люди жалуются у нас завтра проводят в большую конференцию по мфц и здесь в основном то буква что запятая не там тупик мне нужно для себя фактура что газа рассказал наш при боковом и как бы что и что делать что делать это у меня фамилия воробьев паспорт и нужен то есть нужная краткая не нужна и краткая и уже не у меня тоже мама то есть нужно по-то память или не нужно поменять слушаем у вас есть в вас нет у меня нет но иногда это самое да это тоже тоже чем да вот я воробью видите вот это я мне меняли паспорт специально чтобы написали воробьев воробьев так ну что наша очередь ждем еще спасибо я являюсь опекуном не дееспособная женщина который лежит уже 9 лет и мне социальные вопросы не выдаются памперсы последний раз получали памперсы для нее в тринадцатом году объясняют это тем что нет денег и покупать из свои деньги но если человек получает пенсию 12500 по даже немножко она не может купить но я за него должна покупать мне за нее доплачивают уходу 1200 я тоже не могу потому что у меня своя семья понимает и женщины вот я хотела бы узнать как будет решаться этот вопрос с памперс не курс позвони ольги забрал про памперс пусть нам расскажет как как какая как какой порядок выдачи не на почту когда пишут я естественно там команду дает в ручном режиме но это не системная же история здесь первый раз бывает бывали здесь а вы что пришли делать откуда вы узнали что здесь мфц но когда было у нас наши регистрационной палате сказали рекламу тут незаметно даме а вот как нам еще не в этим а вот к нам подошла женщина в качестве мфц да она говорит что является опекуном человека и вот по поводу памперсов недиспособы да а какой порядок федеральное законодательство и регионально что он говорит нам по потому что папа по выдаче памперсов тем кто не дееспособен а у нас мы по выдаче памперсов передали теперь свои полномочия по заключению средствами реабилитации памперсами мы передали фонд социального страхования это теперь вообще не наши полномочия федеральные даже чушь но как федеральные федеральные федеральная структура будет нашим людям памперсовы давать это за счет а у них есть такие же территориальные управления как у нас тут защита и они туда обращаются да когда это обращаешься к главе муниципалитета ко мне губернатору обращаются а вот я что должен женщине сказать что по закону положены памперс я правильно понимаю да конечно положено их обеспечивает фонд социального страхования он где у вас находится ну выяснить а почему тогда в одинцово не могут получить да но сейчас иванов тоже слышит андрей робертович надо разобраться потому что им не писали вы знаете на почту тоже по поводу памперс чем-то каждый памперс в ручном режиме чтобы его давать ладно все спасибо не пройти вы дать за ринат и свои корня подать наверное больше вопросов дело в том что у нас отличный дом кирпичный 80-го года ни одного не было косметического ремонта сами понимаете в каком состоянии все находится в прошлом году уже писали везде прокуратуру и вам лично было письмо вообще ремонт нет а что 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 беспокоит фундамент лифт вода лифт без конца ломается стены уже в состоянии сейчас сейчас все кто живут в многоквартирных домах вы платите деньги мы платим за капремонт и муниципал иванов иванов он вписывает тебя включил его не включил меня включил красивая вывеска что выключены программа все значит буду обращайтесь нет начали вот я вам о чем начали в октябре месяце все снесли ящики сняли привезли мешки чуть-чуть подмазали исчезли пусть снова будет раком 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 ремонта нужно адрес взять даже не как у нас косметический ремонт по программе начали в дом 32 по мажайскому шоссе это просто возмутительно сняли ящики все бросил чуть подмазали исчезли через два месяца появились кое-что опять замазали все отвалилось опять исчезли и сегодня и сегодня тишина до сегодняшнего не роли опять это не фонда не капитальный ремонт даже косметика не был с 80 года в доме куда деньги уходит дом 32 по мажайскому шоссе на против дубрава где там торговый центр строить новый тридцать два поставить его табличка нет ничего подобного ни крайней реконструкции вот перед нами на красный вот он буквально следующий напротив дубравы строит там красивый торговый центр от нас энергию естественно куда-то подключили ладно мы уже не возмущались только мы без конца холодильнике вот житель говорит что там табличка висит что мы как бы в ремонт капремонька нет нет в косметическом ремонте хотя бы ну вот висит табличка я не знаю мы сходим да пожалуйста да конечно мы татары местные еще города когда один слова не было здесь бараки и мои родители приехали моей маме был 19 лет папа у меня тогда конечно для нас в городе земля где есть татарское кладбище сегодня моей маме почти 80 лет у нее слабоумно и конечно сегодня моя жизнь уже не так как молодости да мы думаем о другом то что будет так просто как это у русских чуть легче чуть проще это у нас так не бывает то есть у нас там со своими обрядами и плюс еще вот там единственном месте мои тети они тоже подошли к этому возрасту мамы с большой семьи здесь я не в один слушай 6 тема кладбище на 70 лет да папа который мы ухаживать здесь на полу 8 да я здесь на красногорке живут папа еле держится за маму она уже у нас не узнаем то есть я боюсь что это будет на понятную тети мои как мама стержень до их держала кормила поела на самое старше я боюсь потом начнется моей жизни вот так на ступенчато я очень сильно за это важно ну не то что волновалась я даже волнуюсь за это как это будет почему у нас как-то сам похоронен их родители мои дедушка и бабушка да и недавно тети узнали то что было просто там была какая-то книжка на сегодня там пока оказался какой-то хозяин мусульманин и нас на прокладбище говоря занеграде татарская а нас в городе мне отправили в москву делать нужно таскать смотрится звучишь на то есть и сказали что теперь эти книжки семейные не действует что место теперь покупать надо то есть такое наговорили моим тетям пожилые и в москву отправили дали адрес какой-то человек там сидел на нашем мусульманском кладбище этого как это но если у меня уже мама не совсем плохенькая как вообще узнать эту правду это правду вообще по кладбище вообще нужно ли навести информацию затем тема постоянно возникает и в королево это какой телефон можно чтобы она сейчас вы оставьте почему в москву нас отправили какой-то кабинет какой-то офис в общем отрава отрава еще за может испугать что нас обманывают и на какие-то деньги там разводят это может быть так спасибо вам пока не за что не справку по налогам здравствуйте и как это будет выглядеть по проходите проходить составляем запрос так и течение 10 рабочих дней будет готова ваша справка скольки не хорошо как оплатить не могу здесь оплатить пришлось гонять сбербанк и и два часа уже пробыл здесь узнал о том что здесь оплату не принимает и побежал а где где директор а почему почему оплату не принимает какой оплату ну за игр бы вызовы что у нас у нас сейчас с тех пор мы стали район принимать на еще вам возрождение и заявка еще не сделали оплату срочно надел на срочно началось чего гонять чуть делать человеку что ли ничего на часа сидит в очередь ну да там узнаешь о да и принимает и что участвовать облачивать везде сюда потратить на сушке на андре на такие вещи нужно оттачивать так как понимаешь ну как квартиру это свое обустраивать такое что нельзя организовывать 10 марта мы начали принимать это я вот один раз уж если вы же банк возрождение здесь куча банков с удовольствием разместить банкомат или платежный терминант к нам обращайтесь глава молчит ничего в общем то есть и вы сейчас отстояли и вам говорят хорошо я проявил инициативу не узнал как насчет оплаты вы сразу же на рецепшене узнали а вот то что компьютером загородились вам так вам комфортно так работать просто то есть такая такая практика я вижу не я просто спрашиваю то есть вот такое ощущение что я разговариваю нет нет пожалуйста если спрячьтесь от меня спрячьтесь то есть через 10 дней я получу справку задолженность по налогам правильно скажите что то что это за услуги которые нужно оплачивать сбербанк а почему не хотят открывать потому что невыгодно мало операций что знаете операции как раз много у нас даже с открытия этот терминал миллион практически прокачивать это самый начал где-то предполагаю что у нас где-то миллиона три-четыре этого месяца в принципе нормальные деньги для любого я так мне просто достаточно медленная сама по себе структура значит от давания предлагают эти что они предлагают разместить у себя есть эти центры они предлагают там разместить я не нам ничего предлагать нам уже разместили окно может государственные деньги вложили сюда ведь телефон часто не берут там метро идешь в автобусе там а проще такого нигде в мире нет все-таки же проще мне кажется email отправить или sms или sms да получается звонок скорее исключение должно должно потому что проще все-таки мне кажется да вам на e-mail отправить или вам проще позвонить вы сами будете а почему у вас никого никого нет стул добрали куда он пошел кошмар и вы будете бездельничать и вы сейчас будете просиживать здесь нового да а потом он к вам подойдет да когда плач сколько человек день вы принимаете человек то есть одно окно одно окно то есть ну пускай 40 точно а вы сколько но я понимаю тут мне говоришь на по 40 минут можно оформить приватизации да в зависимости от услуги то есть охотничьи билеты такие мелкие услуги они оформляют 10 минут быстро у меня сколько уже 15 минут оформляют допустим залоговыми какими-то банковскими там все сканируется подливается и поэтому мы должны держать заявителя все я свободен нет секундочку я вам дам выписку с ними придете получать на вашем карте ну важно отладать работу МФЦ по всему региону потому что здесь социальные карты тоже будем все я свободен да то есть я буду ждать почту от вас правильно да можете мне по почте прислать или я должен сюда прийти да наверное можем нет но в принципе у вас как заложено в алгоритме как заложено это тоже ерунда то есть я должен за прийти специально за выполненной работой да почему мне не получить просто на почту по обычной почте на электрон электронную почту на электронную почту такая возможность есть но это это дело в том что это все в АИС в самой системе СВЦ уже в ней работа она едина на весь регион нет вот девушка может а почему у вас бейджа нет кстати а почему нет бейджа а с именем надо этим не подробно ну это же не робот человек вы человек или робот человек согласен ну как согласен и еще раз вот есть зачем мне очень приятно с вами общаться но почему вы не можете на почту бросить выписку и по моей налоговой ситуации по задолженности но это не от операторов зависит а не от группы это зависит от системы то есть это да и какая разница я же не 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 девушку спрашиваю я в принципе говорю система это не позволяет сравнивать персональные данные я думаю можно будет просто да 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 и получается что я создаю очередь опять я опять приду я буду талончик брать да 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 то есть за любой услугой должен прийти к вам а технически вы можете меня на электронную почту все бросить технически но ее недостаточно будет то есть мне нужно оригинал да если вы не приедете не заберете в зависимости от если эта информация для себя да не для передачи куда-то дальше вот тогда вполне электронная версия будет вот молодой человек вы что сдаёте как на кадастре вы что сдаёте вот ему нужно будет приходить а паспорт будет забирать да оригинал информационные услуги мы сейчас об этом тоже много говорим что есть информационные услуги их не надо повторно а как вы молодого человека проинформируете вы будете ему звонить или писать как откуда он узнает на течение срока 10 дней и нам прибудет кадастровый паспорт с подписью и ему позвонят о том что результат а ему позвонят ли могут на почту и как как он скажет прошите мне смс например извините не знаю как его зовут да ивану как вы вы смс напишите но не вы а кто пишет смс пока не сделает не сделает на смс а вам что проще смс почта или звонок смс конечно это бесполно большинство говорят потому что мало ли он там не знает незнакомый номер когда ему второй раз позвониться не возьмёт смс ну это а где этот полцентр у нас находится у нас три человека работают контакт центр будем развивать сейчас ладно спасибо до свидания терминал платежные да все шаховатости кадастр замечания такие 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 чтобы именно инициативной группы мы так и делаем конечно потому что без этого вообще ничего не бейджов нету значит конечно все строить вчера вот сказал про кадастр никто только не звонит бойкот объявляет работает не в студии почему ну потому что это всплыл на плане это неправильно сказал лукавую информацию почему потому что задолженность я за не я не про задолженность про то что у нас проблема с кадастром скажи ну с Росреестром да уже Росреестр это реально сложная тема но мы сегодня давай вытаскивай на меня на меня выноси мы договорились что я проведу совещание но они все сразу и сразу опа бойкот хотите ну слушай хотим скажи хотим в чем вопрос ты же видишь что здесь 70% людей только за этим приходят а это что такое заказ а это вот терминал возрождения здравствуйте но он не все по ним принимает почему мужчина то бегал на станцию вот именно что здесь понимаете здесь по кодам по кодам разделено то есть вот сейчас в нем есть на городскую регистрационную палату по их коду оплаты с района а на район еще нет потому что только с 10 начали и они работают над этим вот я сегодня звонил они говорят что все заявка принята я тоже подключусь ты меня информируешь заранее я сейчас просто переговорю даже а вот собственно говоря МКБ он по коммерческим всем делам он туда пошлину не заведет а почему это удобное место здесь просто все видят да когда на лифте потому что да да сразу раз попадает либо надо поставить мы второй заказали второй уже такой аппарат причем я заказал говорю что нужно чтобы еще карты могли а вы что делаете вы кто за видеонаблюдением а видеонаблюдение безопасность да смотрят у нас камера здесь потом могу на почту вам прислать скриншоты мне скриншот не нужен мне нужно чтобы у нас были инициативные ребята которые доведут это до ума потому что люди здесь отсюда должны выходить окрыленные а не то чтобы их съели с ума понимаешь конечно у нас на самом деле вот я с вами разговариваю кто еды здесь делаем да я тоже сказал что да конечно не там есть еда но здесь ему нужно другое место поставить и конечно вот я 19 от недвижимости район район да мои клиенты она медсестра вот последний клиент медсестра она наследство не может шульгинов я столкнулась с районом это большая проблема я зашла к ней спросила как у нас МФЦ что будет расширяться сказали что еще не скоро то есть как в Москве вот это супер да там уже очки нету все люди заходят а что не получается сделать у нас 것이 предварительная за месяц чуть больше месяца уверен то куда запись куда запись куда запись что вы хотите searching ты только сюда можно приходить уже м maintenant принимается устро NFL все принимает теперь вот сейчас Сейчас у нас только вот этот центр. Они предупредили, когда я к ним подошла, когда мы откроем вам район, выставляете оттуда вот эта толпа, всяко идет сюда. То есть в Москве, когда я год прошлый проработала, очень много было у меня объектов в Москве, конечно, я вообще была в шоке. Такое удобство для людей ощутила я на себе как левка. То есть по району это будет проблема. То есть мы все, что терпели, мучились, мы это терпим. Но с нами я вижу, как люди сидят.